МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Константин Перевозчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. 11 новых больных. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Опять ремонт. На новом мосту размыва насыпь и тротуар. Соблюдение традиций и питания по особым правилам. 14 августа у православных христиан начинается Успенский пост. Далее расскажем обо всем подробно. Доктор медицинских наук, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал появившиеся в сети слухи о том, что с 21 сентября российских школьников переведут на удаленный режим обучения из-за якобы второй волны коронавируса. Знаете, надо строить свою работу, отталкиваясь от объективной информации. А те, кто распускает слухи, заигрались, видимо. Кто только не упражнялся на этом несчастном коронавирусе. И выборные компании строят на ней, и политическую борьбу. А теперь решили поиграться рангом пониже. По словам Онищенко, на сегодняшний день нет никаких оснований для ограничительных мер. Но при этом надо помнить, что в России каждый год самый, в кавычках, благоприятный эпидемический период – это начало сентября. Дети, естественным образом, обмениваются вирусами, начинают заболевать. И этого процесса не избежать. То же самое будет и в нынешнем году. Однако в период эпидемии россияне приобрели навыки использования средств индивидуальной защиты и антисептиков. И эту новую привычку отметил Геннадий Онищенко – надо всячески поощрить и развивать. Также депутат заявил, что нужно обязательно вакцинировать детей от гриппа в сентябре. С теми же, кто распространяет заведомо ложную информацию, подобную той, что с 21 сентября российских школьников переведут на удаленный режим обучения, надо разбираться и принимать по данному вопросу меры по линии правоохранительных органов, считает Геннадий Онищенко. По состоянию на 13 августа в России зарегистрировано более 907 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 5057 новых больных. Выздоровели за все время эпидемии 716 тысяч россиян. Скончались 15 384 человека. В Нижегородской области введены новые послабления ограничений. Подробнее их расписал в своем инстаграме губернатор Глеб Никитин. По решению оперативных штабов муниципалитетов можно проводить памятные мероприятия. С количеством участников до 50 человек. Везде в общественных помещениях необходимо соблюдать дистанцию и носить маски. На свадебных церемониях могут присутствовать 12 человек в помещении и 20 на улице. Для фитнеса ограничение занимающихся немного меняется. Вместо одного человека на 10 квадратных метров, один человек на 8 квадратных метров. Для бассейнов ограничение 10 квадратных метров водной глади бассейна на одного человека остается. Кроме того, теперь можно проводить спортивные соревнования на открытом воздухе со зрителями. До 70 человек. Или в помещениях без зрителей. На них могут приехать спортсмены из других регионов. Начнется ли в свете последних послаблений чемпионат области по футболу? Как он будет проходить и будет ли в нем участвовать Саровский клуб, расскажем в ближайших выпусках новостей. По состоянию на 13 августа в Нижегородской области зафиксировано более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки вывели 130 новых больных. Выздоровели 22 тысячи нижегородцев. Скончался 421 житель региона. 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Сарове. Всего за время эпидемии в городе зарегистрировано 1034 случая заражения. Выздоровели за сутки еще 5 человек. Из 25 госпитализированных 24 человека лечатся в КВН-50. Один в тяжелом состоянии 13, в состоянии средней степени тяжести. Один человек находится в инфекционной больнице номер 2 Нижнего Новгорода в тяжелом состоянии. 5 человек скончались. За день проведено 332 исследования. Мост на улице строителя Захарова вновь занял верхнюю строчку Саровских новостных лент. После ночного ливня размыло габионовое укрепление берега, и часть тротуара обрушилась. Ситуация с размывом откуса почти один в один повторила прошлогодний инцидент. Только в этот раз разрушения оказались намного серьезнее. В чем причина чрезвычайной ситуации? В недочетах при строительстве или разрушительной силе природы? Чиновники делают ставку на стихию. Подробности смотрите в следующем репортаже. 2 ноября 2017 года мост на улице строителя Захарова ввели в эксплуатацию и осветили. На мероприятии присутствовал Глеб Никитин, тогда временно исполняющий обязанности губернатора. Для движения мост открыли через месяц. За два с половиной года он не единожды попадал в новостные ленты соцсетей и объективы телевизионных камер. Жители часа сообщали о проблемах на новой конструкции. В июле прошлого года сильным дождем серьезно размыл откос при повороте с кольца на Октябрьский проспект. Упали ограждения и световая опора. После предыдущего ЧП было принято решение уплотнить, сделать дополнительную трубу, вывести сброс с ливневки в пойму реки и положить верхний слой габиона для того, чтобы не размывало. Уплотнили, вывели, положили. Через год ровно на том же месте большие потоки ливня размыли песок, смыли габионы, а это, между прочим, камни, закрепленные металлической сеткой, свалили ограждения и фонарь. По всей вероятности, вся вода, которая скопилась из стекла сюда, с улицы Ленина, Держинки, Александровича, значит, здесь был водоем. Ливневый канализация работала. Ну, а движение машин, как мы знаем, создают волну, которая, будем говорить, перехлестывала через бордюр и вовремя не... Ну, в связи с этим произошло и размыв обочины, и размыв дальнейшей. На кадрах любительской съемки, которые были сделаны сразу после разрушения тротуара, видно, что решетка ливневой канализации забита мусором. Вряд ли бы сквозь нее могло просочиться хоть сколько-нибудь воды. Горожане после прошлогоднего ЧП тоже обращают пристальное внимание на состояние моста. Даже о малейшей ямке на тротуаре было сообщено чиновникам через портал «Умный Саров». Проблему поставили в план на сентябрь. Я просто хочу обратить внимание ответственных сотрудников на то, что и так участок здесь с особым вниманием должен был быть, на контроле. И раз такая проблема уже образовалась, это ямка, надо было, я так думаю, как-то изучить более серьезно этот вопрос, эту проблему. Посмотреть, они просто, как в очередной раз, присыпали асфальтной крошкой, притоптали, и вроде все хорошо. Но оказалось, что совсем все не хорошо. Что стало ключевым фактором для повторного обрушения укреплений моста? Недочеты в строительстве, некачественно выполненные работы по укреплению откоса в 2019 году, ненадлежащие содержание ливневой канализации или непреодолимые силы природы? Здесь о гарантиях говорить нельзя. Я еще раз говорю, что это чрезвычайная ситуация. Гарантии, если бы те работы, которые мы в прошлый раз произвели, они бы в процессе эксплуатации дали осадок, дали бы смещение какое-то. Вот эти гарантии. Больше полутора лет ничего не было, потому что не было таких подобных осадков. Еще раз говорю, это природа-матушка, которая нас сейчас испытывает на подобные вещи. Пока администрация подсчитывает сумму ущерба. Решение о финансировании и сроках восстановительных работ будет приниматься на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Центральные бани возобновляют работу. Это стало возможным в связи с переходом на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. Посещение бань возможно только по предварительной записи. Подробности по телефону 54460. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Саровском физтехе подвели итоги учебного года. Диплом магистра получил 131 выпускник. Причем более 40% из них закончили вуз с отличием. Подавляющее большинство из студентов наряду с основной учебой прошли в Сарфты профессиональную переподготовку по программе информационной технологии ядерно-оружейного комплекса. И в июне успешно защитили свои выпускные квалификационные работы. 119 слушателям программы одновременно с дипломами магистров выдали дипломы о профессиональной переподготовке. С 4 по 6 сентября в Сарове пройдет образовательный онлайн-форум «Новая реальность-2020». Это уникальная площадка, где каждый сможет подготовить и предложить к реализации свою инициативу. Она направлена на поддержку активной, творческой и талантливой молодежи. Основная задача – помочь ребятам, которые хотят привнести в жизнь города что-то новое, представить свои проекты, получить помощь и советы от экспертов. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. Подать заявку можно будет до конца месяца на портале «Молодежь России». Более подробно о форуме «Новая реальность» можно узнать на официальной странице проекта ВКонтакте. Почему выключены фонтаны? С этим вопросом в нашу редакцию неоднократно обращались жители города. Чаши фонтанов понемногу превращаются в урны для мусора. Внутри по конструкциям лазают дети. Когда фонтаны почистят и включат ли их в этом году, выясняла наша съемочная группа. Сезон работы городских фонтанов традиционно начинается 1 мая и заканчивается в сентябре. Но этим летом фонтаны почти всегда выключены. В департаменте городского хозяйства нам рассказали о причинах. Тот фонтан, который за зданием администрации по проспекту Мира, достаточно старый. И в этом году при эксплуатации выявилась проблема. Сломались насосы. Сломались таким образом, что при обследовании было выявлено, что их нужно только менять. Поэтому фонтан в этом году не работает. В настоящий момент заключен муниципальный контракт с УК «Энергия» на замену насосов. В департаменте городского хозяйства сообщили, что фонтан в Старом районе заработает 6 сентября. Но полностью проблемы с его поломками решит только его замена. Фонтан установили более 30 лет назад, и срок его службы уже почти вышел. Поэтому при реконструкции аллеи его полностью обновят. Вот правда, сроки пока неизвестны. Фонтан на проспекте Музруково новый, поэтому, чтобы он начал работать в полную силу, его достаточно только почистить. Включить его планируют уже в ближайшую субботу. Сейчас как раз в фонтане Музруково происходит чистка и мойка чаши. И к субботе он заработает в обычном штатном режиме. Как отмечают специалисты коммунальных служб, причин засорения фонтана несколько. Только первое – это халатное отношение горожан, которые во время прогулок выбрасывают в чашу различный мусор. В фонтан поступает обычная вода из-под крана, поэтому второй причиной стало ее цветение. В следующем году специалисты Департамента городского хозяйства проведут полное обследование нового фонтана. По итогам работы комиссии будет ясно, нужно ли делать капитальный ремонт и в какую сумму может вылиться. 14 августа у православных христиан начинается Успенский пост. Две недели верующие должны будут питаться по особым правилам, а также выполнять все строгие религиозные традиции. Завершается Успенский пост праздником Успения Пресвятой Богородицы. Успенский пост приурочен к одному из важнейших христианских праздников – Успению Пресвятой Богородицы. Согласно церковному преданию, в этот день Божья Матерь закончила свою земную жизнь. Успенский пост самый короткий из многодневных. У православных он длится две недели. Пост из года в год проходит в одни и те же даты. Его первый день выпадает на 14 августа. В этом посту есть еще два праздника. Одним праздником начинается пост – это 14 августа. Этот праздник еще у нас в России назван «Медовым спасом». В этот день созревает мед, и многие те, кто принимали в этом участие, приходят освещать свои медовые изделия. Также большой праздник в этом посту – это праздник преображения Господня. Успенский пост строгий. Верующие должны полностью воздерживаться от пищи животного происхождения. Можно есть только растительные продукты, овощи, фрукты, различные крупы. В этот пост мы постимся без рыбы. Рыбные продукты можно вкушать только на праздник преображения, именно 19 августа. И уже на праздник Божьей Матери, Успении Божьей Матери, 28 числа, 28 августа, заканчивается Успенский пост, который был и приурочен к этому празднику. Успенский пост, как и любой другой, время не только воздержание от определенной пищи, но и период духовного развития. Верующие должны уделять больше времени посещению богослужений, молитве в храме и дома. 13 августа в мире отмечается Международный день левшей. Он призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в проворуком мире. Развеять предрассудки и суеверия, которые их окружают в течение многих столетий в различных культурах. Поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости. О том, каково приходится левшам жить в обществе, где все сделано для удобства правшей, расскажем далее. Милана Зимина – левша с рождения. Каких-то неудобств это ей не доставляет. Лишь иногда нужно учитывать эту особенность. Например, те же самые, когда я сижу за партой, мне надо садиться именно с левой стороны. Если я сяду справа, я буду мешать соседу. Левша – это не просто тот, кто пишет левой рукой. Это человек с развитой зеркально-пространственной ориентацией. Иногда эта уникальная способность левшам очень мешает. Ко мне очень нужен подход. Потому что когда с другими ребятами, правшами, им говорят, прочитайте текст, у них получается намного легче. Но со мной, так как я левша, у меня это как-то немного сложнее получается. Потому что я забегаю вперед, и у меня так получается, и некоторые слова пропускаю. На земле около 10% населения левши. Они часто становятся музыкантами, художниками, танцорами, артистами. Например, левшами были Леонардо да Винчи, Бетховен, Сергей Рахманинов, писатели Лев Толстой, Александр Пушкин, Марк Твен и другие. Попробуйте иногда задействовать менее активную руку. Например, если вы правша, начинайте писать, рисовать, чистить зубы и держать ложку левой рукой. Это хорошая зарядка для ума. Она развивает правое полушарие мозга и отвечает за творчество, интуицию и многое другое. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Сарон-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски. Авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин